Студенты, которые учатся за границей и регулярно пересекают границу, будут проходить обязательное тестирование. Такое решение сегодня приняли на заседании Оперштаба. Таких студентов более 500. Большинство из них ездят на учебу раз в неделю, но есть и те, которые пересекают границу ежедневно. Вопрос о том, чтобы их как-то ограничить в свободном перемещении за пределы республики, не стоит. Однако, как одна из профилактических мер, необходимо предусмотреть возможность проведения их систематического тестирования на инфекцию. В связи с этим мы предлагаем, чтобы те студенты, которые пересекают границу, проходили за свой счет один раз в две недели ПЦР-анализы на предмет диагностирования заболевания. Без этого документа вернуться в Приднестровье такие студенты не смогут. Как отметил Руслан Мова, решение связано с большим риском ввоза коронавируса из-за рубежа. Что касается преднестровцев, которые временно находятся за границей и в единый день голосования захотят проголосовать. 29 ноября с 7 утра до 9 вечера они смогут свободно пересечь границу. При въезде получат специальный талон, который нужно будет предъявить на обратном пути. ПЦР-тест для них не обязателен. По граничной службе Министерства государственной безопасности необходимо создать все условия для беспрепятственного перемещения граждан Приднестровья с определенной отметкой, с тем, чтобы граждане после голосования смогли вернуться опять, откуда приехали. Озвучили на заседании Оперштаба и первые результаты использования новых экспресс-тестов на антиген. В работе они с четверга. Медики отмечают точность тестирования, аналогично ПЦР. Сейчас ожидается вторая партия тестов. Готовится заявка еще на 30 тысяч штук. Уже можно пересмотреть закупку в сторону уменьшения экспресс-тестов. Если тест на антиген будет работать, и лабораторию мы еще будем приобретать в конечном итоге, и тесты будем приобретать, это гораздо эффективнее, чем тот экспресс-тест, который показывает, скажем так, слабый результат. Также Вадим Красносельский предложил Минздраву организовать онлайн-курсы для терапевтов в поликлиниках. Речь идет об обмене опытом работы в условиях пандемии. Еще одна тема – возобновление работы волонтеров. Общее руководство добровольцами возложено на управление по чрезвычайным ситуациям. Теперь те, кто нуждается в помощи, могут просто позвонить по номеру 102. На заседании оперштабы рассказали о работе малокомплектных школ страны. Их 76, и число учеников в каждой не более 200 детей. В Дубосарском и Рыбницком районах они уже возобновили работу. Еще 13 открылись сегодня в Каменском районе и в селе Кременчук. Вопрос с оставшимися решают медики.